Нарушение в середине поля Я напомню, что сегодня дебютная трансляция Первая ласточка из Красного Луча Ваш комментатор Зовут меня Александр Ковальчук Я тоже не представился Также дебютирую на этом поприще Возможно Всякие оговорки Запинки, заминки Возможно все Итак Я напомню, что Сегодняшняя трансляция Осуществляется при технической Поддержке Компании Интерлинк А также Компании Рашин Продакшн И поддержке Краснолучского Городского головы Марины Викторовны Филипповой Итак Краснодон после того, как выступил В зимнем первенстве Там он занял второе место Наша команда заняла Третью строчку А победила и Кина Алмазна Также наш принципиальный соперник Но с ним в этом сезоне В чемпионате, по крайней мере Встречаться мы уже не будем А вот Торнадо После зимнего Первенства области В области начался Традиционный кубок Области Параллельно шел Кубок первой лиги Это Для команд Которые Собирали заявляться В лигу номер один Кубок области Проходил Для сильнейших команд Первого дивизиона А также тех команд Которые Заявились Впоследствии На Чемпионат Донбасса Диктор объявляет По стадиону Состава команд Возможно Небольшие перебои Со звуком И у нас Вопрос Также будет ли Активен Шахтер Как Был он Активен В конце Первого тайма Яркий Финал Яркое завершение Первой половины встречи И Очень жаль Что не увидели Голов Многочисленные Болельщики на стадионе Красном луче Центральный стадион Шахтер Принимает Этот матч В Кубке области Произошло Значимое событие Для краснодонского футбола Ну Значимое Наверное Со знаком Минус Вторая А точнее Сказать Первая команда Краснодона Краснодон уголь Прекратила свое существование По крайней мере На уровне Чемпионата области А команда базировалась На основе Преимущественно Приезжих футболистов Сильных игроков И Основная масса Этих футболистов Перешла В состав Торнадо Вместо двух команд Стала одна Сорокин Уже после нарушения Пытался Отомстить сопернику Сергею Компаницу Но Судья Пока жалеет Много карточек Не дает В первом тайме Я напомню Единственное предупреждение В пассиве Леонида Роева Это Опасный Опасный момент Удар Блокирует Вратарь Владимир Проценко После того как Бойко выиграл Воздух У вратаря Добивал мяч Но Александр Шкурин Успел Перегруппироваться И парировать Этот удар У Торнадо Два новых футболиста На поле Замены В перегреве Провел Главный тренер Григорий Поляков Вместо Вячеслава Рудакова На поле вышел Евгений Овсяников Насколько я понимаю Судя по позиции В нападении Несколько перестроились Игроки И вместо Правого полузащитника Мираби Подсквери На поле вышел Евгений Овсяников Нет На поле вышел Сергей Шакун Номер 17 Евгений Овсяников И Сергей Шакун Два новых футболиста На поле Сейчас по ходу Игры разберемся Кто на каких Позициях Из них играет Пока что похоже Что Полузащитник Который Сергей Компаниц Который играл В первом тайме На позиции Центрального полузащитника Перешел в нападение Аут вбрасывает Денис Бальчиков Левый защитник Шахтера Андрей Сорокин С мячом Подачи не получилось И зато получилась Контратака У Торнадо Иван Маскаленко Опытнейший Главный тренер Играющий тренер Подставился Под фол И заработал Штрафной У самой бровки Ворот У самой бровки Поля Прошу прощения Продолжаем И Уже в кубке Области Торнадо Выступала В составе С сильными Футболистами Практически Не осталось В основе игроков Которые играли В том Старом Торнадо Во второй Региональной лиге Зато мы сейчас Имеем команду Фактически Ту Которая играла В прошлом Играла В прошлом году Под именем Краснодон Уголь С мячом Сорокин Сегодня он Очень активен Стараются Стараются Сегодня В шахтере Все В принципе То же самое Можно сказать И о команде Торнадо Которая В принципе Индивидуально По исполнителям Сильнее Команда Сыгранная Команда Несколько лет Этим составом Играет В областном Первенстве На одном и том же Уровне В следующем году По словам Вячеслава Рудакова В одном из своих Интервью Также об этом Говорил Григорий Поляков Главный тренер команды Собирается Заявляться Уже в Лигу Донбасса Впрочем Если такая Продолжит свое Существование И торнадо Встретилась С краснолучанами На уровне Полуфинала Кубка Первой Лиги Матч проходил В Краснодоне Краснолучане Очень замысловатая Сетка была Команды Практически Все участвовали Сначала Да не практически А все участвовали В Кубке области Вылетевшие команды После первого этапа Перешли в Кубок Первой Лиги Непонятно почему Эвка Лисичанск И торнадо Которые вылетели Позже Не в одной восьмой А в одной четвертой А Краснодон Вылетел В одной Второй В полуфинале Кубка области Точно так же Спустился Скажем так Уровнем ниже В Кубок Лиги Областной Также на уровень Полуфинала И Шахтер Который В Кубке Провел Просто неимоверное Количество Для весны Матчей Вынужден был Еще Перед ним Постало Препятствие В виде Торнадо Игра проходила На выезде Красноучане Уступили 3-0 Как бы Там уже Шансов Практически Не было Без шансов Начался Чемпионат Области Торнадо Естественно На том же уровне Продолжила выступать С теми же футболистами Вне игры Зафиксировал Боковой арбитр У Чальцева Перспективная Атака Продолжение Не получила Атака была неплохая 4-4 Выходили Красноучане На ворота Соперника Начался чемпионат И в первом круге Красноучане Играли Краснодоле И тот матч Был Одним из самых Болезненных В этом сезоне Для нашей команды Шахтер Уступил Со счетом 1-7 Единственный гол Уже при счете 5-0 Забил Алексей Бойко Ну Это Гол стал Голом престижа Очень слабой Пилюлей Которая Подсластила Общее Очень неприятное Впечатление От той игры Краснодоле Ликовал Ну А красноучане После этого Просто обязаны Теперь В этом матче Брать Убедительный Реванш Ну Убедительный Или неубедительный Но Реванш Три очка Они в Африке Три очка И даже Минимальная победа Будет Для красного луча Иметь позитивный эффект А так получается Из трех игр Нынешнего сезона Шахтер Уступил Торнадо Во всех трех И с общей Очень удручающей Разницей 2-12 Что можно сказать О сегодняшних матчах Еще Есть у нас Результаты После первых Таймов В двух Играх Стаханов Сталь 2 0-0 После первого Тайма Было А вот В Алмазной Этина Уверенно Обыгрывала Лисичанск 3-1 Причем Велас Еще там 3-0 И только После этого В конце первого Тайма Гол с пенальти Очередной Гол с пенальти Провел Олег Шкиря Это уже 13-й мяч Он сравнялся С лидерами С Алексеем Сухарьковым Не сумел Обработать Мяч Мяч Алексей Бойко Впрочем Эдуард Симонян Также Отличился Одним Голом В этой Встрече И У него Уже 14 Голов Во встрече Икина И Во встрече Икина И Лисичанска Я упомянул О чемпионате Донбасса В этом сезоне Такой Новый Турнир Для лучших Команд Донецкой И Луганской Областей Организовали Соорудили Федерации Донецкая И Луганская Областные Вошли Лучшие Планировалось Конечно Немного По-другому Но в итоге В нее Вошли Четыре Лучших Луганских Команды От Луганской Области Команды И Семь Команд От Области Донецкой Вот Нашу область Представляет Попасная СК Заря Город Луганск Горняк Боровеньки И команда Химик Северодонецк Мы наблюдаем Первую замену Вместо Капитана Команды Артема Черкашина В игру Вступает Денис Ливенко Замена В составе Команды Шахтер Денис Начинал Предыдущий Последний матч И он играл В основе Но Пока что Он В этом матче Главный тренер Иван Москаленко Решил оставить Его Скажем так На усиление Игры И сразу же Денис Поучаствовал В голевой Не в голевой Атаке Но в опасной Атаке Поборолся За верховый мяч Но Защитник Борьбу Выиграл Не дал Завладеть Мячом Денису И никого Не коснувшись Сфера Ушла За линию Ворот Чальцев Находится Вне игры Бойко Сейчас тоже Вот Практически Попал Аут Аут Для Краснодонской Команды По первому Тайму Ждали Наверное Немного Другого Болельщики Судя по тому Как В этом году Проводят Игры с лидерами На своем поле Шахтер Из этих игр Из таких игр Могу вспомнить Прежде всего Встречу С Лисичанском Чемпионате Области И с командой Антрацита Только в Кубке Области Была еще весной Эта встреча Оба эти матча Несмотря на то Что результаты разные Объединяет Факт Что Горняки Сыграли Сумели забить Быстрый гол Который стал Залогом успеха Может быть Не физического Не результата Успешного Но по крайней мере Морального успеха С Антрацитом Кстати Такая же игра Была и В чемпионате Области Которая В первом круге Проходила На поле Соседнего города С красным лучом В Антраците Все три матча Горняки Забивали Быстрые мячи И Это помогало Им Отходить Они отходили Скажем так На второй план В игре Естественно Что С более Классной командой Следует Заставляло Их Нервничать Заставляли Горняки Нервничать Соперников Но В итоге Если С Лисичанском Удалось Победить 2-1 То Антрациту Обе Игры Наши футболисты Проиграли Со счетом С одинаковым С счетом 1-2 С Антрацитом В чемпионате На своем поле Еще Красноучанам Предстоит Встретиться Совсем скоро Чуть позже Я расскажу Вам О календаре Игр На ближайшие Туры Ну а Красноучанам Не получилось В первом тайме Забить Быстрый мяч Наоборот Краснодон Выглядел В первые минуты Поактивнее Конечно На опыте Им удалось Создать Несколько Ситуаций Преимущественно Конечно Со штрафных Ну Угловых Немало Подала команда Зато Неожиданно По крайней мере Для меня Красноучане Здорово Прорели Концовку Игры Три момента А то И Несколько Острых ситуаций В рамках Одного Момента Вы Видели Мяч Метался По штрафной Концовка Если бы Арбитр Не дал Свисток На перерыв То возможно Мы увидели Открытый счет Уж очень Неуверенно В обороне Чувствовал себя Краснодон В первом тайме Видимо Это сказалось На том Что Тренер Рука Показывает Алексей Бойко Но Даже если И мяч Попал в руку То он только попал Футболист Не подыграл Оставим этот момент На усмотрение Судьи А для Краснолучан Есть возможность Разыграть Успешно Угловой Чальцев Подкручивал Мяч Но Вратарь Александр Шкурин Достаточно Опытный Голкипер И Такие мячи Пропускать Не должен И собственно Не пропустил Продолжим Продолжим О Лиге Донбасса Так вот Лига Донбасса Объединила 11 команд 4 из Луганской области Попасная Спортклуб Заря Город Луганск Горняк Ровеньки И Химик Сера Донецк И 7 команд Из области Донецкой Не буду Называть их По именам Продолжаются Игры В этой Лиге Там Также идет Параллельно С нами С нашим Турниром Туры Сейчас там 15 тур Основная часть Матча Этого тура Состоялась Вчера И Один сегодня Продолжается Также есть Результат После первого матча Ну Немножко Углубимся В эту тему Бортовик Мариуполь Титан Донецк 3-1 Шахтер Родинская Да Также Донецкая Область Титан Мариуполь 0-3 Слав Хлеб Многолетний Чемпион Донецкой Области Из города Славянск Обыграл На своем поле Спортклуб Заря 5-0 Болезненное Поражение Для Зари Тем более Что Тот же Слав Хлеб Луганчане Обыгрывали В том числе И в прошлом И в этом сезоне Команда Новолюкс Донецк Химик Севера Донецк 3-0 Луганские команды Луганские команды Проигрывали Проиграли Оба матча Еще одна команда Попасная Отдыхала Пропускала Тур Из-за того Что 11 команд В турнире И сегодня Матч проходит В Ровеньках Горняк Ровеньки УСК Рубин Донецк Там после первого тайма 0-0 Но что интересно Горняк Играет Не просто С командой УСК Рубин А УСК Рубин Это лидер Турнира Причем Лидер Довольно-таки Крепкий Донецк 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 Имеют 31 балл За ним Сразу следует Слав Хлеб 29 очков И Следующая группа Команд Имеет Одинаковое Количество Баллов Разницу В одну Две Игры Сыгранных 15-13 Матчей Значит Титан Мариуполь 21 очко С мячом Денис Ливенко Свежий игрок В игре Удар Ну это Разминка Разминаться Надо не вратарю Денис А Видимо Тебе Ну Надеемся Что ты Размялся Надеюсь И Следующий удар Уже будет В яблочко В турнире Чемпионат Донбасса С Четвертого По седьмое Место Команды имеют По Одинаковое Количество Количество Очков По 20 Это Горняк Ровеньки Новолюкс Донецк Заря Луганск Спортклуб Заря Луганск И Портовик Мариуполь Тем временем У нас Замена На поле Под номером 32 Появился Алексей Потапов А Покинул Поле Номер 21 Евгений Степецкий Евгений Один из лидеров Средней линии Но видимо На то Были причины У главного тренера Чтобы Как-то Освежить игру Обновить Пока что Игра у нас Практически Без ворот Во втором тайме Остроты Не было Ну и Замыкают Таблицу В лиге Донбасса Ну не совсем Замыкают Конечно ФК Попасная Имеет 17 очков Но на игру Меньше Чем у тех Команд Которые По 20 Так что Попасня Не могут Еще с ними Сравняться Борьба Нешуточная В середине Таблицы Замечательный Момент Вовремя Выходит Из ворот Антон Иванов Ну а Острый Момент Выход Один на один У Сергея Компанийца Да Он играет На острее Атаки Замокают Таблицу Химик Северодонецк 13 баллов Шахтер Родинская 11 И Титан Донецк 10 очков Всего На всего У этой команды Хотя Уровень соперников Команд Примерно равный Разница Не такая уж И большая И все Вполне Могли потерять Очки со всеми И Ни один матч На поле соперника Даже на поле Аутсайдера Не может Гарантировать Лидеру Стопроцентных Три очка Даже Приблизительно Продолжается И вторая лига Игры Второго Дивизиона Сегодня играют Шахтер Перевальск ФК Северодонецк И ФК Брянка Лисуголь Чтобы вам Это Хотя бы что-то Сказало Лисуголь И Северодонецк Это аутсайдеры А сейчас Проходит Финальная пулька Аутсайдеры Финальной пульки Они уже вышли В финал Они уже стали Лучше Нескольких команд Торнадо Пока Перехватило Инициативу Вынуждены Отойти В оборону Горняки Хотя в принципе В первом тайме Серьезных угроз Несмотря на статус Соперника Для Антона Иванова Вратаря Краснолуческого Шахтера Не было Поживее стали Атаки Краснодона Опасная игра Со стороны Сорокина Но мяч остался У соперника И Дальний удар Был неточен Вторая лига Области Вчера Один из матчей Завершился Таким счетом Флагман Брянка Олимп Северодонецк Олимп Старобельск 2-1 Олимп Старобельск После первого этапа А он проходил В двух зонах Как и ранее В предыдущих годах Только в финал Выходили по 3 команды А не по 2 Как было ранее У Олимпа Была откровенно Послабее группа Это Северодонецк И Лесуголь Приволье И Естественно Золотые очки А с ними Выходили соперники Команды В финальную пульку Оставались Естественно Олимп Обыграл Эти две команды По 2 раза 4 победы Это 12 очков И они Были лидерами В финальной пульке А вот Во второй группе Откуда вышли Две брянковские команды Флагман И ФК Брянка А также Шахтер Перевальск Все соперники Поделили очки Между собой Выграв дома И на выезде В общей сложности Каждой из трех Каждой из трех команд Вышли В финальную пульку С шестью очками И естественно Были не в ранге Фаворитов Против Олимпа Однако В финальной пульке А в финальной пульке Играют Только Представители Разных зон Которые То есть Олимпу уже Не предстоит играть Северодонецком И Лисуглем Перевальчанам И командам Брянки Между собой Также не предстоит Играть Возможно Уже не все Так будет радужно Для Старобельской Команды И вот Первые туры Это подтверждают Олимп После Этих матчей Имеет 13 очков Флагман Брянка 12 Остальные команды Имеют на игру Меньше А у нас Чальцев с мячом Будет удар Ну Это Слабый удар А вот Если бы Евгению Видел Владимир Владимир Проценко Который Врывался В свободную Зону Справа От него Совсем С краю Штрафной Очень близко К воротам Возможно Бы Можно было Что-то Поопаснее Из этого Момента Выжать Прорывается По краю Алексей Сухарьков Никто Его не может Остановить Вот Андрей Сорокин Уже С помощью Фола Техничного Нападающего Краснодонской Команды Это Очень опасный Штрафной Тем временем У команды Торнадо Замена На поле Выходит Владимир Петрицкий Ну А меняет Он Игрока Под номером 20 Алексея Александра Евсеева Штрафной У мяча Номер Седьмой Евгений Овсянников Отбиваются Откровенно В этой Ситуации Горняки АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Контр-атака. Попытались что-то организовать красноулучанин, но нарвались на контр-выпад. Алексей Сухарьков пробил из-за штрафной над Перекладиной. Так вот. Олимп и Флагман имеют 13 и 12 очков соответственно. И от 6-очкового отрыва старобельской команды от остальных уже не осталось и следа. Бойко. Нет. Первым был защитник и штрафной в сторону ворот Шахтера. Остальные имеют на игру меньше. Эвкабрянка 9 очков, Перевальск 7 и Лесуголь в Северодонецком всего по 2. Вероятнее всего эти две команды будут в условиях острой нужды в очках у остальных коллективов финальной пульки. Будут в статусе проигрывающих постоянно. Ну, футбол вещь непредсказуемая, мяч круглый. А тем временем у нас с мячом и очень серьезно перешли на половину поля краснодонцы. Они уже все команды здесь, все полевые игроки. Неужели начинается осада? Неужели Горняки прижимаются к воротам? Разыграли штрафной. Косенко. Подача Иванов. Первый на мяче. Не позволил никому, ни своим, ни чужим. Опередить себя. Если сегодня... Если сегодняшняя игра в Алмазной Экино-Лесичанск завершится победой Экины, то Торнадо, возможно, вернется на полноценную вторую строчку в турнирной таблице. Они сейчас там, но имеют на игру меньше, напомню, чем футболисты. На игру больше, чем футболисты из Лесичанска. Но Лесичанск на выезде еще и в Алмазной выступает сегодня не так успешно. А вот наши футболисты в День Шахтера вернулись из Алмазной с уверенной победой 5-1. Как ни странно, принципиальный соперник, но в том матче испытывал некие кадровые трудности. Блокирует удар Михаил Разумный. Острый проход по краю. Нет, пенальти снова не будет в этом матче Сергей Компаниц. Краснодонцы явно выпрашивают, но, видимо, сегодня, по крайней мере, пока что еще не тот день. Было пару моментов у наших ворот подобных, и один момент был у ворот краснодонцев, когда игроки апеллировали к арбитру. Хороший перевод на левый фланг. Алексей Бойко с мячом. Защитник был первый. Мяч вышел за линию ворот. Об этом сигнализирует боковой арбитр. Угловой. Это угловой. Так вот, если Икина сегодня обыграет Лисичанск, то, во-первых, Лисичанск утратит статус команды, занявшая... Все-таки это штрафной или вне игры. Скорее всего, было вне игры. Лисичанск утратит статус теневой команды, которая идет на второй строчке вне игры у Дениса Ливенко, воспитанника Петровского футбола. Денис остановился, посмотрел, но, тем не менее, не избежал этой участи. Конечно, на Бровке, на противоположной, судит опытнейший Геннадий Литвинов, арбитр национальной категории, обслуживающий матчи чемпионата Украины, премьер лиги. Один из лучших арбитров в Луганской области. Ну, а в центре сегодня служит, судит, отличный момент у Краснодона. Пенальти. И это пенальти. Еще и карточка будет. Если с навесом с фланга горняки еще справились, то добивания уже были вынуждены фалить. Пенальти стопроцентный, никаких сомнений в этом нет. Кто же будет пробивать? Трибуны затаили дыхание. Почти парировал. Роман Любченко с ударом с 11-метровой точки забивает. Первый гол в этом матче открывает счет. Потеряли концентрацию и стали сильно опускаться к своим воротам краснолучане. Поэтому, естественно, расплата последовала. Такая опытная и сильная команда, как Торнато Краснодон, естественно, наказала краснолучан. Верим в команду, скандирует фан-сектор на стадионе «Шахтер». Снова с мячом краснодонцы. Сорокин нарушает в середине поля. И это уже точно будет горчичник. Так сказать, по совокупности. Ну, конечно, и само это нарушение было достаточно грубым. Ну, что ж, 1-0 у нас. Торнадо впереди. Торнадо заслужено впереди. Судя по этому второму тайму. Ну, конечно, краснолучанам расстраиваться еще рано. Ну, первый тайм моменты реализовывать просто было необходимо. Денис Ливенко с мячом. Неудачный первый мяч. Мяч уходит. Хорошо, что от соперника. Роев. Пошел опасно. Вторая желтая. И это будет красная. Нет. Вспомнил, видимо, что у игрока есть предупреждение. Арбитр решил не принимать радикальных мер. Леониду надо задуматься, прежде чем в следующий раз идти в такой подкат. Ну, в принципе, игра и настрой обязывает. И в данном случае, хоть в данном случае фолл был не 100% оправданным, но что сыграно, то сыграно. Оказывает медик помощь краснодонскому футболисту. К сожалению, не вижу, какой его номер. Не могу сказать, кто это. Ну, и давайте пока есть пауза. Немного отключемся на календарь соревнований в следующем туре, в 17-м туре. Пока что все матчи пройдут, запланированы на 16-е сентября. Ничего не перенесено. Итак, в 16-м туре краснолучский шахтер отправляется на выезд в гости к Лисичанску. Достаточно серьезный соперник и на своем поле играет очень сильно. Краснодон. Торнадо Краснодон сыграет дома с командой счастье. Экзамен для молодых счастенцев. После первого круга они занимали последнюю строчку, имели 1 очко в активе. Но во втором круге имеет уже 5, имеет уже 8, прошу прощения, баллов. То есть 7 очков они набрали всего лишь за 5 игр второго круга. Одно поражение у них за 4 игры. Матч с антрацитом у них в статусе перенесенного. Проиграли краснолучанам и одержали 2 победы при одной ничьи. Счастенцы немного обновили состав во втором круге. И новая молодежь, которая это также молодежь, выступает пока получше. Тоже для них экзамен будет в Краснодоне. Краснодон дома редко кого отпускает с очками. Замена в составах обеих команд. В составе шахтера вместо Евгения Чальцева выходит Сергей Тарасов. Ну а в составе Торнадо Алексей Пупченко сменил в игре Алексея Сухарькова. Свою вот тезку. Сегодня Алексей уже точно не улучшит свой бомбардирский счет. Но может быть улучшит его сменщик Алексей Пупченко. Есть возможность у краснодонцев проводить много замен. Достаточно длинная скамейка запасных у команды. Равный по силе исполнителей. Вернемся к календарю. Торнадо сыграет со счастьем. Лисичанск примет шахтер Красный Луч. Алчевская Сталь, дублеры Алчевской Стали сыграют дома с Кременной. А Сталь это тоже лидер. Можно сказать четвертое место занимает Алчевцы. Пятое место Кременная пока что. Может быть после этого тура будет немного иначе. Локомотив Попасная примет на своем поле Экину. Экина после победы, возможной победой на Лисичанском, будет воодушевлена. Пока что так записываем. 3-1, хотя Лисичанск даже на выезде не тот соперник, который не сможет отыграть два мяча при стечении обстоятельств удачно. Ну а Локомотив усилился после первого круга и тоже будет интересный. Комический случай сейчас на поле. Владимир Петрицкий споткнулся, подскользнулся. Непонятно, но в общем несколько шагов он прошел на четвереньках. Антрацит примет Центросталь. Еще один экзамен для Центростали. Не знаем мы пока, как играет в этом туре Центросталь. Ну и Лутугина помирится силами с Астахановым. Вот этот матч также будет интересен в плане того, что эти команды, судя по играм второго круга, пока что примерно на одном уровне нарушения. Иван Москаленко, играющий тренер, сменил, нарушил право на свои бровки, получил горчичник. Ну а пострадал в этом моменте Евгений Овсяников. Евгений, по всей видимости, играет правого полузащитника. Еще одна замена готовится у краснодонской команды. Но мы пока следим за розыгрышем штрафного. Нет, замена произведется раньше, чем будет пробит штрафной. Ну а у мяча Сергей Компаниц и 28 номер команды Константин Косенко. Евгений Карпов появляется на поле. Свистят трибуны. Удар. Антон Иванов. Прекрасный стиль. И добивание мимо. Ну а выше всяких похвал сыграл Антон Иванов. Собственно, и в случае с пенальти претензий серьезных предъявить к нему нельзя. Практически он его отразил ногой. Ну а Евгений Карпов сменил на поле автора гола, который был забит с пенальти, Романа Любченко. Угловой ворот Шахтера. Первый на мяче Сорокин. Сегодня мы часто вспоминаем его фамилию. Не всегда, конечно, успешное его действие, но сегодня, по крайней мере, играет очень активно этот игрок. В команде Торнадо вместо 15-го номера Любченко Романа вышел номер 19 Колькова Евгений. С мячом Проценко навес. Тарасов успеет. Очень быстро Тарасов нападающий. Не пошел в этот раз Роев в опасную подкат. Видно, понял предупреждение арбитра. Ну а Торнадо не подпускает по-прежнему к своим воротам игроков Краснодарского Шахтера. Торнадо пока продолжает участвовать в золотой гонке. Антрацит имеет некое преимущество над своими оппонентами, но матч второго круга между краснодонской и антрацитовской командами сыгран еще не был. И он пройдет как раз в Краснодоне. В первом круге 3-1 победил антрацит на поле антрацитовского стадиона. Ну а во втором круге еще будет интересно. И все может решиться именно в этой игре. А пройдет она в третьем туре с конца, в 20-м туре, 7-го октября. Тогда уже будут известны основные моменты по турнирной таблице. У антрацита после этого останется еще забойная игра с Лисичанском, правда, на своем поле. У Торнадо со Сталью 2 в гостях. Ну и, скорее всего, многое определится в той игре. У антрацита 14 игр, 36 очков. Угловой ворот шахтера. У антрацита 14 игр, 36 очков. У Торнадо 15 матчей, 34 очка. Всего 2 балла разницы, но на игру больше у антрацитовской команды. При удачном стечении обстоятельств для команды ГП «Антрацит» матч с Торнадо может не иметь серьезного значения, но, конечно, сыграть успешно в той игре для этой команды будет принципиально. Многие видели команду «Антрацит» в этом сезоне в Лиге Донбасса. Многие видели и Торнадо в этом году в Лиге Донбасса. Но если краснодонцев, в принципе, оправдание наигрывания состава, какой-никакой, а смена логотипа команды и переход большой футболистов из стана одной команды в другой, был серьезен и во многом неожиданен для Торнадо. Для Краснодона и, возможно, конечно, хороший удар. Хороший удар, отличный от Сергея Компаница, но Антон Иванов был на чеку. И Торнадо, видимо, как бы полностью не прошло подготовку к сезону в Лиге Донбасса, а соперники там намного серьезнее, гораздо. Но в то же время «Антрацит» играть в Лиге Донбасса мог. И ждали его там в этом году, но, видимо, руководители команды решили выиграть что-то на уровне области. Сначала, прежде чем заявляться рангом выше. Пока что ничего не могут поделать у ворот соперника краснолучане. Разладилось огромное падение, немножко подсели физически. А вот освеженная заменами Торнадо, очень, кстати, даже очень вовремя освеженная, пошло вперед и пока что ближе к тому, чтобы забить второй мяч. Как бы не было это не обидно для краснолучан. Сегодня они дают бой, но пока не дают результата. Опасная ситуация, опасная! Просто прощены были, прощены были все краснолучане в лице команды «Шахтер». Второй мяч просто должен был закатываться сейчас в ворота. Это неврежный пас и выход 1 на 1. Финальный свисток у нас. Победа Краснодона. Со счетом 1-0 Торнадо побеждает в сегодняшнем матче. Ну а на игроков «Шахтера» ждет еще пресс-конференция, которую болельщики фан-клуб «Шахтера» «Редри Фанс» второй матч подряд устраивают для своих любимцев. Это скорее больше не как пресс-конференция, а как общение с болельщиками. Очень расстроены, огорчены игроки «Шахтера». Но тем не менее, благодаря зрителям, благодаря болельщикам фан-клуб «Шахтера», который сегодня на протяжении всей игры поддерживал, пылка поддерживал свою команду. Скандирует название команды уже весь стадион. Ну, от этого становится ненамного приятнее, конечно. Поражение – это всегда обидно. Это всегда плохо. Ну а мы прощаемся с вами. Я напомню, что сегодняшняя трансляция была организована при поддержке Краснодарского городского головы Марины Викторовны Филиповой, при техническом оснащении двух команд компании «Интерлинк» и «Рашин Продакшн». Вел сегодняшний репортаж Александр Ковальчук для вас. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч.